Привет, друзья! Вы на канале Аверсгараж и сегодня мы приехали обслуживать вот такой вот мощный современный Одис Pass Cross 850 инжекторный. У него проблема в том, что пропала зарядка, также мы будем делать на нем плановое ТО. Давайте немножко осмотрим кузов. Кузов у него очень похож на BRP, у него рама схожая с BRP. Также у него современная стоит подвеска уже, у него все рычаги шприцуются, установлен электроусилитель руля. Также в задней части мы видим, что у него стоят уже не классические рычаги, а уже маятниковые рычаги, схожие с подвеской CFMoto 800-кой HOC Force. Стоит огромный рычаг, на котором маятник, на котором держится амортизатор, дисковые тормоза и соответственно также у него все агрегаты шприцуются. Плану ЭТО входит шприцевание подвески, замена масла в редукторе, замена масла в переднем редукторе, замена масла в двигателе. В двигателе используется масляный фильтр. Данный фильтр покупал клиент, но это масляный фильтр HF 152, если брать фирмы Healy Filter. Соответственно основная часть квадроциклов именно вот с такими фильтрами, за исключением Polaris, Yamag. Итак, друзья, сейчас мы приступаем к шприцеванию задней подвески. На Odyssey три точки с одной стороны. Раз точка, два точка и третья точка у стабилизатора. Соответственно, сейчас шприцуем. Итак, в передней части подвески находятся четыре точки шприцевания на двух рычагах, раз точка, два точка, три точки, туда будет неудобно подлезать и четыре точки. Соответственно, шприцуем эти точки с маской. Так, сейчас мы перешли к слитию жидкости. Это, грубо говоря, первое ТО, так как квадроцикл проехал тысячу километров, но ни одного ТО не было сделано. То есть это сейчас у нас первое ТО, сейчас мы посмотрим, что у нас с выработкой и какое у нас масло на магните. Масло у нас видно, что старое. Оно темного цвета. Соответственно, по выработке практически выработки нет. Магнит чистый. Соответственно, у нас все более-менее хорошо. Магнит чистый. Магнит чистый. О, здесь уже эмульсия. Вот такая здесь выработка на заднем приводе. Так, друзья, сейчас меняем на Одиссе масло в коробке. Сливная пробка располагается очень неудобно, конечно, она за педалью находится, сливное отверстие. И при наличии защиты все масло будет сливаться куда попало. Мы подставили на всякий случай и положили пленку. Сейчас дождемся полного слива. В Одиссе отдельно заливается масло в коробку. Значит, заливная горловина и сливная находится в районе лапки тормоза сбоку двигателя. Обе откручиваются головкой на 13. И заливается масло 75В140. Таким вот образом заливаем в коробку масло, давать сечки, пока не польется. Итак, сейчас производим замену масляного фильтра. Масло мы слили. В Одиссе очень неудобно располагается крышка масляного фильтра. Таким образом нам пришлось для замены фильтра снять подножку, снять боковинку, потому что без боковинок подножка не снимается. Тысяча болтов. Сейчас покажу. Вот это все болты, которые откручиваются для того, чтобы попасть к крышке масляного фильтра. Фильтр здесь стандартный, HF 152. Сейчас будем его вытаскивать. Вытаскивать будем аккуратненько, используя твердочку, подцеплять сбоку и вынимать. Вот таким образом выглядит фильтр. Что мы видим? Мы видим, что фильтр уже давно свое изжил. То есть мы видим, что в пазах бумаги очень много стружки. То есть двигатель притирался, это первое ТО, это нормально. Но его следовало, конечно, давным-давно поменять. Тормываем отверстие. Вычищаем всю грязь. Также смываем с двигателя масло, которое вылилось и попало на двигатель. Затем вытираем все салфеточкой. Устанавливаем новый фильтр. До предела его втыкаем. И накрываем крышечкой. Внимание, здесь вот есть прокладочка. По-хорошему ее нужно всегда ставить новую. То есть помимо того, что покупаете фильтр, еще покупаете новую прокладочку. И затягиваем все. Наживляем болтики. И устанавливаем крышку. Затем будем заливать масло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА